Моя модернизация алупарадхи. Я беру омлет и делаю из него такой вот сэндвич из алупарадхи и омлета. Вот вторая порция. Так я завтракаю в Индии. Кто у нас здесь? Привет! Как-то отошло от праздничков? А, ну я вчера прям целый день у меня такой реал. Нет, я ездила, загорала вчера. Я уснул, черти, когда, ничего не делал. А я почему так уснул? Ну я не мог заснуть. Да? Ага. Нет, я спала нормально, я встала. Зачем ты поехала загорать? Я думала, блин, вот длежала бы дома. Длежала бы дома, смотрела сериал. Вот, ну, приехала домой. Селяла не грузится. Как ты это хочешь? А, ну я поспорила, когда я ничего не делала. Ага. Вот, сейчас хочу позавтракать. Окей. Кто-то поехать позавтракать, да? Возможно, да. А нет, мне надо же в Чековке интернет. И потом поехать, я же куда-нибудь, чтобы поселить. А я пойду торт есть. Вам приятного аппетита. Очередная дождь в Гималаях. И когда идет дождь, отключают электричество. А дождь здесь идет достаточно часто. Не знаю, с чем это связано. Но как только начинается дождь. Света у нас нет. Тем людям, которые приезжают сюда заряжать аккумуляторы или смотреть телевизор, будет сложновато. Без пауэрбанка в Гималайи лучше не приезжать. Без света мобильный интернет работает. Сотовая связь функционирует. Сколько бы света не было, хоть 10 часов, хоть 12 часов. Но ваш ноутбук разрядится за это время, скорее всего. Поэтому подумайте о пауэрбанке, который может зарядить ноутбук. Или это место абсолютно не для вас. Потому что работать вы нормально, без стресса здесь не сможете. Обратил на особенность моего номера. Возможно, не только моего. А вот блок питания от ТВ-приставки. Вот вилка от телевизора. А вот розетка. И она здесь одна. Вот она. Это какой-то... А, это выключатель, который отключает эту розетку. Сюда у нас ведет какой-то ТВ-кабель. И как смотреть в этом номере телевизор. Мой последний день в Дималаев. Отправляюсь куда дальше. А Света тем временем преподает. Преподавание игры на ханге. Ребята, которые строят домик, обедают. Из шестерых. Один ест ложкой, остальные руками. Один из рабочих является прогрессивным. Еду до Зингбас Лаунж в Манале. Из ваших штабов. Договорился за три сотни. Запрашивали четыре. Вот так выглядит зал повышенной комфортности в Манале. В Нью-Дели, конечно, он выглядит поинтересней. Вот. Так все выглядит. Вот. Вот. Субтитры делал DimaTorzok Пойду-дойду до банкомата, попробую снять баблишко. Баблишко, наличное всегда пригодится. Вещи оставил без присмотра, надеюсь, все будет хорошо. Там стоит камера, вроде бы за индусиками не замечено, что что-то они воруют. Тем более в зале повышенной комфортности. Почему мусорит на пол? Почему все бросают, все на пол? Вот есть фурн. Чел передо мной просто стоял, опять. Похоже, я не могу снять в этом банкомате. Ну, ладно. Какая красота. А запах какой. Идет вдоль дороги. Запах очень приятный. Запах Индии это не масала, не карри. Запах Индии это марихуана. Ну, да вообще. Везде растут. Вот она, вот она. Вот она. Вот она, вот она. Вот она. Прощайте, Гималай. Привет, трасса. Остановка автобуса. Остановка на ужин. Сейчас она более симпатичная, чем в прошлый раз. Красота какая. Остановка на ужин. Остановка на ужин. Остановка на ужин. Какая-то суета такая, что Пожалуй, я ничего не буду Толпа туда-сюда ходит Блин, где-то что-то спал Встал И это все мне не нравится Хочу Успокойствие Ну, мы едем в Дели А там спокойствия не дождешься Что у нас там? Пойдемте посмотрим Субтитры сделал DimaTorzok Так здесь Понятно, что происходит Добро пожаловать в Казахстан! 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 на остановке что это что это за растение кто знает здесь потеплее уже кустики большие совсем если кто-то знает как они называются пожалуйста напишите в комментариях что это за растение добрый путь друзья мы едем правда вот эта вся паламка находится подо мной прям здесь там ничего не сломается не загорится нахожусь в самом конце над двигателем проспал я еду спал 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 решил выйти уже опять в автобусе привет деле 42 градуса говорят что доехать до аэропорта стоит 1200 рупий от кашемирских ворот сейчас я это проверено купили интересно как вам это повезет эти мешки ехали вместе с нами в автобусе вообще-то классная остановка давно жуткий мусор пахнет дерьмом даже ну не зря же она осталась так третий мешок третий мешок на крышу интересно что там что нужно было перевести из гималай шели договорился на 6 соток сначала предлагали 1200 cen о и кшенононононононононононононон сквизми а им infantала если бы ну а а украина Да, 600 рублей, хорошо? Нет, нет. Паркинг зарплаты. Нет паркинг зарплаты. В целом 1000 рублей. Такси. Рапорт. Купер прайс? Купер прайс 600 рублей. 600 рублей. Купер прайс? Очень трафик. Хорошо, хорошо. Ола прайс. Хорошо, хорошо. Мне хотели на тук-туке за 6... За 6 соток. За 6 соток. Ай... Санкинал. Предлагаю за 6 соток на тук-туке. А я на Uber хочу за 6 соток. Извини, Пали. Честное слово. На основке, где меня высадили. Не работает Airtel. А я не смог заказать Uber. Пришлось с наценкой заказать через посредников. При мне таксиста дал 300 рублей. По среднику. А сам везет мне за 700. Uber довез бы за 550. Такая вот схема. Я не понимаю, почему телефон не работает. Я нахожусь в центре города. Уже связь есть 4G. Но связь очень плохая. Еще телефон дико греется. Это будет жарой. Мы отъехали буквально на километр от места высадки. И здесь теперь интернет. 13 мегабит. Вот. Здесь бы я уже смог заказать Uber. Добрался я до терминала 3. Чтобы войти, нужно оставить очередь. Серьезную очередь. на проверку. Пока еще не понимаю, как это работает. Каждый желающий в аэропорт зайти не может. Нужно предъявить посадочный билет и документ, удостоверяющий личность. Только тогда можно попасть в место, где можно провести время под кондиционерами. В общем, только вылетающие, провожающие на улице. Чикин вопер и мутон вопер. Вопер с козлятиной. Такого еще я не пробовал. Тоненькая котлетка козлятины. Тоненькая котлетка козлятины. О, что могу сказать? Да. В России вкуснее. Вопер. Почтение, что я ем паштет, никакого дымка нет, фарш, кашу, не рубленное мясо, в России гораздо вкуснее. Да, вообще не так. Пока, Дели. Привет, Бангалор. Я немножечко пропустил, там было несколько моментов между пивом и пивом. Бургер Кинг в Индии. Гамну. А пиво, пиво меня немножечко разморило. Сейчас куда-нибудь на ковер бы лег и лежал бы. В Индии Шкода Кушак и Шкода Славия. Аэропорт Юдели. Немножечко стрёмный потолок, ни о чём. Но в целом неплохо. Какие-то мальчишки бегают по серпантину. Есть вот такие вот лежаки. Можно поспать. У меня до вылета ещё больше трёх часов. Может быть поставить будильничек. Еда в самолёте индийских авиарейдей. Алу Парантха типа греческого йогурта без сахара. И вегетарианскую. У меня курица. Масала. И известный соус с рисом. Также есть Миксер Пикал. Это кисленькая закусочка. Я вот это распробовал. По-моему, это фасоль. Фасоль с рисом. Напоминаю, что Алло Парантха это лепёшка с картошкой. А вот это варёное тесто с разбавленной сгущёнкой. Это чай. Это сухие сливки. Там ещё какие-то спецы индийские. Приземлился в Бангалоре. Смотрю Uber. Интернет работает отлично. Но цена Uber офигевшая. Либо этот аэропорт находится далеко от моей точки. По всей видимости, да. Ехать час пятнадцать и будет стоить полторы тысячи рупий. Интересно, сколько бы зарядили бы местные таксисты. Две с половиной. В общем, есть три причины, по которой я прилетел в Бангалор. Первая. Это Катя. Вторая. Это объектив. Мне нужно его починить. И третья. Это место. Всё советовали. А, кстати, есть четвёртая. Это температура. Она здесь приемлемая. Как меня встречают. Это все мои поклонники. В Дели бы я бы сейчас с ума сошёл перегрева. А знаете, что вот это за дорожный знак? В общем, чтобы поймать Убер нужно подойти сюда. Например, мне Убер Гоу нужен. Что это за какие-то эти ленточки? Вижу далеко, далеко надпись Убер Гоу. Кстати, вот так вот выглядит аэропорт. Симпатичный, правда? Теперь я в общей очереди стою. Сделал заказ. Мне пришёл пин-код. Пин-код я должен назвать водителем. Тогда у него, по всей видимости, выслится адрес, куда мне ехать нужно. Вот. А так просто в порядке очереди. Мы загружаемся, каждый показывает свой пин-кодик. Сознание, резонок, демо, 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 демо. Субтитры создавал DimaTorzok